Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня у нас будет интересный расклад на красивых колодах на следующую тему. Тема такая, есть два пути, по какому из них пойти. Например, вы задаетесь вопросом, уволиться или остаться на той работе, на которой вы сейчас находитесь. Может быть у кого-то другие вопросы, там остаться в отношениях или уйти. Рожать ребенка или не рожать ребенка. Но, естественно, каждый человек должен решать сам и брать ответственность на себя, за свою жизнь. Но, тем не менее, я могу сказать, что очень часто Таро подсказывает наиболее благоприятный путь и наиболее благоприятный выход из ситуации, в которой вы сейчас находитесь. В целом, вот такие вот два пути есть. Какой из них выбирать? Чего бы это ни касалось? Отношений, дружбы, любви, финансов. Там, допустим, подавать в суд или не подавать в суд, пытаться договориться определенным образом с человеком, с которым возник конфликт. Идти на конфликт или не идти на конфликт. То есть здесь вы просто что делаете? Я объясню, какая ваша задача в этом раскладе. Первое, что это вы загадываете колоду. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Вы можете просто рубашку карт загадывать. Вы можете по порядку открытия мною загадывать. Вы можете по порядку выкладки по номеру загадывать. Тоже так можно сделать. Главное, чтобы ваш выбор был максимально интуитивным. И в дальнейшем вы должны для себя увидеть два пути. То есть, допустим, вы загадываете отношения. Отношения с Петей или с Васей. И говорите, первое, это я, допустим, собираюсь съезжаться и жить вместе с Васей. Второе, это мы дальше встречаемся. Я отказываюсь от того, чтобы жить вместе. Или там, допустим, первый вариант, я увольняюсь с работы. Второй вариант, я остаюсь на работе. И вот мы будем смотреть, какой из двух вариантов для вас наиболее благоприятен. Как вам лучше поступить на той развилке, находясь в какую сторону идти. Вот в той ситуации, в которой вы оказались. И для тех, кто выбрал позицию номер 2. Давайте сегодня мы с нее начнем. Остальные пока что мы карту убираем. Давайте посмотрим, что нам скажут позиции карты по позиции номер 2. Это первый вариант для вас, который вы загадали. Это второй вариант. То есть, какой из них наиболее благоприятен в рамках того, что вы собираетесь делать. Первый и второй. Ну вот смотрите. Первый попахивает большей официальностью какой-то и охлаждением ситуации. Если вы хотите, допустим, чтобы кто-то уехал из вашего дома и так далее. Если вы хотите более здравых рассуждений, трезвых мыслей. Тогда да, для вас первый вариант хорош. Если же вы хотите, наоборот, какого-то большего эмоционального комфорта, большей привязанности. Если речь идет об отношениях, то тогда это второй вариант. Давайте посмотрим, что вам даст первый вариант. По финансам, по здоровью и по отношениям. Но вы знаете, здесь на здоровье особо не повлияет, скорее всего, второй вариант. Но может, если это приведет вас к жесткому конфликту с человеком, которого вы загадываете в той ситуации, которая сложилась, тогда для вас это может быть ущербный по здоровью вариант. Если говорить о деньгах, вы можете потерять некую сумму денег, с которой придется попрощаться навечно. То есть для вас это реально будет потеря в рамках тех обстоятельств, которые складываются. И здесь это тот путь, на котором вы можете столкнуться с очень жесткой манипуляцией, что заставит вас переоценить те отношения, в которых вы пребываете. Причем неважно, это рабочие отношения, какие-то личные и так далее. Здесь тот вариант, который говорит о том, что если вас вообще не интересует эмоциональная сторона этого дела, то вы можете каким-то образом выбирать этот вариант. Но в целом вариант не очень благоприятный. Что принесет вам второй вариант? Вы знаете, вы по крайней мере с помощью этого второго варианта на какое-то время сможете заморозить ситуацию. И эмоционально для вас он будет все-таки более благоприятным. Сперва будет отток денежных средств или прекращение их поступления. Вот такое может быть. Но это тот вариант, которому в финансовом плане можно больше доверять, чем чему-то другому. Если планировали получать кредит, то это чуть-чуть позже будет, чем вы ожидали. Но документы и все то, что с этим связано, будут более правильными. В целом, вы знаете, оба этих варианта, несмотря на кажущаяся позитивность, такая вот аркана по правой позиции, по второму варианту, я могу сказать, что оба варианта не очень хорошие. Возможно, вы найдете какой-то симбиоз из этих вариантов и третий какой-то сами себе предложите. Но здесь больше надежд связано со вторым вариантом. И в плане финансов и отношений вы можете получить больше. Но для этого понадобится время. То есть вы должны будете пройти страх, конфликты, проститься с чем-то старым, наладить доверие. И тогда по второму варианту, но на протяжении длительного времени. Да, ситуация может развиваться весьма благоприятно для вас. Давайте вам предостережение и совет. Ну, предостережение не бойтесь и не сокращайте, вы знаете, долю какого-то общения среди окружающих. Не выбрасывайте пока людей из своей жизни, потому что вполне возможно, вам будет полезно. Не в плане полезно там финансы или что-то еще, вам эмоционально может быть для развития полезно пообщаться с этими людьми. И только после того, как установится мир, как бы странно это ни звучало, тогда вы можете прощаться с ними. То есть если вы сейчас поругались, и вы все на нервах, не то время для того, чтобы ставить точку. Постарайтесь прийти к взаимопониманию, и только потом, если у вас не возникнет такого желания общаться с человеком, расставайтесь с ним. Вот такие два пути. Но в целом второй путь более благоприятный, однако оба они достаточно долгосрочные. И если первый путь, он более такой негативный в своих проявлениях, то второй путь, который вы для себя загадали, он все-таки более благоприятный, но тоже очень быстро. Вот просто, да, сегодня захотели, а вчера уже случилось. Так не получится. Здесь придется стараться, здесь придется поддерживать, может быть, даже какие-то связи, которые вы считаете уже неактуальными, но этот путь более продуктивен. А в целом, наверное, от себя я бы хотела сказать, что может быть, вы найдете какое-то третье решение вопроса, и тогда вы избежите обоих этих вариантов, что было бы, наверное, лучше. Мне кажется, что по этому варианту лучше было бы, конечно, найти что-то третье. Давайте еще раз посмотрим. Ориентируйтесь на то, что вы умеете, можете делать, и то, что вы делаете красиво. Вы можете повторить за кем-то, кто является достаточно известным человеком, или за кем-то, кто является для вас примером для подражания. И это будет в вашем случае благоприятно для вас. Наладьте сон, и карты здесь рекомендуют, если есть у вас белые свечи, не парафиновые, восковые, позажигайте три ночи подряд у изголовья вашей кровати. Для вас это будет благоприятно, и очистится разум. Возможно, в результате вот этой очистки разума вам придет на ум какой-то еще вариант, который отыграется у вас более благоприятно. Вот такая история у нас получается по варианту номер два. Для тех, кто выбрал позицию номер три, она вторая по порядку открытия. Давайте посмотрим. Третья по выкладке. Первый вариант, который вы для себя загадали. Второй вариант действий, который вы для себя загадали. Давайте посмотрим. У кого-то связано с семьей, покупками и здоровьем. Смотрите, первый вариант заставит вас, не то чтобы заставит вас, а даст вам ощущение самоутверждения, то есть какой-то победы. Но победа это может быть промежуточной. Здесь ложится такая ситуация, которая говорит о том, что если вот то, что вы задумали, связано с работой, связано с тем, чтобы достигать каких-то новых успехов, то тогда вы можете форсировать. Вот первый вариант развития событий. Но знайте, что на этом пути вам придется столкнуться с каким-то неадекватным поведением и нездоровой конкуренцией. По деньгам на вас это очень серьезно не повлияет. Но вот смотрите, те деньги, которые вы заработаете, вы частично потратите потом на восстановление здоровья. Потому что здесь может быть некое перенапряжение, возможны вывихи, возможно ситуация, когда общее напряжение. Вот знаете, вроде бы все нормально, человек встает с утра, а ему не встается. Говорит, я сегодня буду лежать просто, мне нужно как-то восстанавливаться. Могут быть такие ситуации. Может быть для вас первый более привычный такой вот путь, но он в принципе работает, но на краткосроке. То есть вот если вам сегодня, сиюминутно нужно чего-то достичь, тогда да. Если говорить о отношениях, этот путь не расстроит отношения, которые есть между вами, но заставит вас и вашего визави учиться договариваться друг с другом и с помощью вот этих вот договоренностей достигать целей, которые вы поставили, даже если они не очевидны вашему партнеру. Но опять же имейте в виду, что первое перемирие, которое вы можете получить на этом пути, оно впоследствии может привести все-таки к разбирательствам эмоционального характера между вами и теми людьми, отношения с которыми вам дороги. Второй путь будет более стабильным. Возможно, на втором пути, на втором варианте развития событий, который вы для себя предусматривали, здесь будет влияние женщины. Женщина знака земли или огненного знака, которая может очень хитро с вами поступить и выдать вам не совсем ту информацию, на которую вы рассчитывали. Если вы сами являетесь человеком, подходящим под это описание, то тогда вы сами себя можете обмануть. То есть при кажущейся стабильности на этом пути вы можете немножечко себе, да, вот себе наговорить лишнего, напредставлять, намечтать. В краткосроке это может принести деньги или то, что финансово для вас будет более благополучным. По здоровью у вас и там, и там идет перенапряжение. Видимо, у вас ситуация вот эта, в которой вы находитесь, уже изрядно достала, потому что у вас и там, и там ощущение того, что вся эта ситуация в целом, независимо от того, какой путь вы для себя выбираете, она уже вас напрягает, и она уже достаточно серьезно влияет на ваше здоровье и самочувствие. Этот путь заставит вас переоценить те отношения, которые были, увидеть эти отношения с более позитивной точки зрения. Но для этого придется весьма и весьма много отдать. И возможно даже пожертвовать что-то некой едами. Дама знака воды или воздуха, капризная, эмоциональная. Знаете, вот она всплывет в вашей жизни, и вам будет казаться, что все старо как мир называется. Ой, я же так и знала, что именно так и получится. Но в целом второй вариант рабочий. Вполне рабочий вариант, но он на долгосрок играет больше, а этот на краткосрочную перспективу. Давайте вам предостережение и совет. Не решайте ничего сегодня, здесь и сейчас. Не выходите на конфликт, даже если очень сильно переживаете и не заставляйте переживать окружающих вокруг себя. Постарайтесь ускориться, но ускориться в мирном русле. Вы знаете, из области поспешаем, не спеша, отстаиваем свои границы и не даем людям заставлять нас плясать под их дудку. Вот это основное требование, это основной как будто бы совет, который дают нам по этому варианту карты. И вы знаете, в принципе, оба варианта имеют право на существование. Единственное, что я еще раз повторю, первый вариант, который вы для себя рассматриваете, первый путь, он может дать быстрые, но краткосрочные результаты. Второй путь, он более длительный, он более стабильный, он более такой вот протяженный во времени, но он и даст более прочные такие вот результаты. Поэтому думайте сами, решайте сами. То есть если для вас это не долгосрочное планирование, тогда можно идти по первому пути. Если что-то глобальное и жизненное, то тогда, конечно, второй. То есть если вам по первому варианту просто нужно решить, покупать ли вам сегодня машину или нет, вот какие-то такие дела, то можно идти по этому пути, он даже более благоприятный. А тогда вот если второй путь связан с отношениями, со стабильной какой-то работой, то лучше, конечно, тогда идти по пути номер два, даже так можем выразиться. Чего это у нас еще у вас перевернулось? Подождите, когда проявится человек, знака воды или воздуха, симпатичный визуально такой вот мужчина, нравится вам такой типаж, когда он придет и сам подтолкнет эту ситуацию. То есть если вы вообще не знаете, куда вам идти, двигаться вам, не двигаться в какую-то сторону, обуваться вам вообще в дорогу или не обуваться, то тогда вы можете подождать воздействия вот этого человека, какой-то совет от него, какие-то моменты информации именно со стороны данного лица помогут вам принять решение, которое крутится у вас в голове. Для тех, кто выбрал позицию номер, а давайте номер раз. Давайте посмотрим, если вы по первому варианту, задуманному с собой пойдете, или по второму пути, который вы обдумываете, что в том и в другом случае будет. Хо-хо. Ну вот смотрите, если вы пойдете по первому варианту, то однозначно вам придется соглашаться с чьей-то чужой волей, вам однозначно придется жертвовать чем-то, чем вы, может быть, и не хотели жертвовать, не ожидали. Эта позиция, позиция первая, она какая-то такая, вот знаете, более для вас, вот та, которая приведет к жертвам, к потерям с вашей стороны, нет, первый вариант, конечно, что-то не очень, как-то этот путь может быть, ведет к спорам, к ссорам, может быть, вы потребуете слишком много, называется, хотели сэкономить копейку, а потеряли рубль, вот такое может быть. Если вопрос был о деньгах, если о финансах, то тогда это та ситуация, которая перекроет доступ финансов, перекроет какие-то возможности финансового характера, ну, а если говорить о здоровье, здесь на здоровье скорее не влияет, но зато на отношения с каким-то человеком, на блокировки взаимные, на нежелание, вообще абсолютное нежелание слушать и входить в ситуацию, входить в положение, это все повлияет. То есть вы можете сдвинуть эту ситуацию и по первому пути, по первому пути с мертвой точки, но путь будет неблагоприятен. Вам кажется, да, вот, что это будет быстро и хорошо. На самом деле это будет гораздо более длительный путь, это будет сизифа в труд, когда вы пытаетесь, пытаетесь, пытаетесь куда-то добежать, и все разрушается. Первый вариант вообще какой-то не совсем хороший. В долгосрочной перспективе повлияет на ухудшение отношений между вами и окружением. Может быть, сперва какая-то проблема попытается решиться, и люди решат отмолчаться или ничего не сказать, но потом это приведет к негативным последствиям в общении. Второй путь, да, здесь есть достижение цели. По финансам это будет жесткий какой-то трабл, да, такой вот. То есть здесь, если вы попытаетесь пойти по этому пути, вам нужно быть готовым к тому, что отвоевывать то, что принадлежит вам, нужно будет. Но здесь, знаете, постарайтесь как-то более честно и правильно, ясно выражать свои мысли, потому что без подтекстов. Иначе, если вы будете говорить как-то увиливая, стараясь не поругаться, или конфликтовать и просто на эмоциях говорить, что вам что-то не нравится, то оппонент вас вообще не поймет. И вам здесь максимально четко, максимально в соответствии с законом, максимально ясно нужно выражать свои желания и их озвучивать. Да, будет проблема, да, будет какой-то конфликт из-за денег, но от этого вы хотя бы не потеряете те деньги, на которые вы могли рассчитывать. Все будет правильно. Вас могут попытаться обмануть, но этот путь, он более продуктивный. Смотрите, по здоровью здесь, если актуален вопрос беременности, может быть беременность и все, что с ней связано. Если не актуально, то есть вы, например, мужчина и вообще в целебате последние полгода и так далее, то тогда здесь ситуация, которая говорит о том, что у мужчин могут быть проблемы с адреналином и с тем, что касается области груди. У женщин женские органы могут здесь вот как-то получить какие-то, могут быть боли внизу живота, нарушение цикла, да, но здесь не глобально, не кардинально, какое-то мерзенькое, да, вот изменение. Все вполне, у кого-то может вот киста, да, вылезти, или на нервной почве, может обостриться, образование постоянное, например, какой-то фолликулярной кисты, например, вот такие вещи могут быть. Но опять же, смотрите, мы здесь не даем никакие врачебные диагнозы, это просто тенденция, о которых говорится, а все вопросы здоровья решаем со врачом. Так, здесь у нас, что касается отношений, ну вот это будет более доверительный, какой-то более внятный путь в рамках взаимоотношений, он будет долгим, вы будете видеть, что на вас пытаются надавить, или как-то обмануть, обхитрить чуть-чуть, но он более рациональный все-таки, этот второй путь. Давайте вам предостережение и совет. Не вовлекайте сюда третьих лиц каких-то, действуйте самостоятельно и действуйте так, как вам будет лучше, то есть руководствуйтесь только со своими, своими желаниями и постарайтесь не слушать тех людей, которые находятся вокруг вас, потому что все те, кто вас окружают, если они имеют какую-то заинтересованность в том, что происходит, они дадут не очень хороший совет, остальные скорее всего не очень хорошо разбираются в ситуации и поэтому их советы могут быть, если не вредными, то просто бесполезными. Не оглядывайтесь на окружающих, делайте так, как вам хочется, как вам нужно и включите здоровый эгоизм. Это будет как раз то, что доктор прописал в этой ситуации в рамках того, что мы посмотрели по этому варианту. позиция первое, второе, третье компот у нас. Давайте ее посмотрим. Красоту ненаглядную. Первый путь, который вы можете выбрать, второй путь, который вы задумали. Давайте посмотрим. Ну, первый путь, он, знаете как, если вы намереваетесь сэкономить деньги, сэкономить какие-то средства, накопить, не потратить, удержать, то тогда первый путь здесь соответствует тому, что вы можете реализовывать в данном направлении. И давайте посмотрим, что этот путь, который вы выбрали, если вы выбрали первый путь, принесет вам и в финансах, и по здоровью, и в плане любовных отношений. Или не любовных, а просто человеческих взаимоотношений в том числе. Ну, вы знаете, финансы, новые поступления этот путь может перекрыть, но зато сохранит ваше накопление. Не я. Может быть, вам придется отказаться от каких-то вложений в транспорт, от вообще того, что касается здесь, в этой ситуации, да, вот традиционного чего-то, может быть, недвижимости, ремонтов и так далее. Но, по крайней мере, вы не потеряете то, что вы могли бы потерять при других обстоятельствах. По здоровью я не вижу здесь каких-то проблем. Единственное, что на УЗИ надо будет съездить какие-то, вот знаете, исследования без проникновения. УЗИ, рентген, вот что-то такое надо будет сделать. Но это вряд ли связано с этим путем. На платной основе без какой-то вот, да, долгой предварительной записи. Я не вижу, чтобы это сильно влияло как-то на здоровье в любом ключе, но зато сохранит отношения между людьми. Может быть, вас просят, например, дать в долг. Может быть, такая ситуация, а вы не даете. Вы сохраняете свое и в перспективе сохраняете отношения с теми людьми, которые пытались вас подвести на эту дорожку. Что касается второго пути, ну вот здесь смотрите, может быть, как обман на этом пути, так и самообман. Здесь такая ситуация, когда вы можете с кем-то обмениваться колкостями и, ну вот, будем так говорить, можете не вывести, не вывозите, как будто бы финансово эту ситуацию. По здоровью здесь можно сказать, что могут быть кое-какие осложнения для тех, у кого желчные или почки, да, там вот есть камешки, здесь может быть какое-то обострение и почему с этим связано, я не знаю. Может повлиять негативно на здоровье, но здесь режим питья, режим потребления воды и жидкости будет очень важен для вас. Ну, что касается финансов, ситуация достаточно колючая здесь может быть, и может быть вам придется отказаться ради кого-то, ради каких-то обманных целях от того, что вы хотели сохранить для себя. Ну, и здесь вот, что касается отношений, краткие примирения, краткий позитив, то есть, вот знаете, как с тем же самым пример, если приводить, да, вот из какого-то такого жизненного цикла, то можно здесь сказать, что если, например, опять же, у вас просят в долг, вот по этому поводу я уже сказала, что будет, а если здесь просят у вас или вы просите, например, в долг, то краткосрочно вроде бы отношения будут налажены, то есть, ой, Валечка такая молодец, она мне в долг дала, а потом Валечке это нужно отдавать, и через полгода уже, ах, Валя, это Света, я ей там вообще не хочу ничего отдавать, тоже мне хочет, берешь чужие на время, отдаешь свои навсегда, да, то есть, вот здесь вот может быть краткосрочное улучшение, или вы человеку деньги дали, вроде бы он поулыбался, и сперва не случилось какой-то ссоры, зато прошло полгода, и вы понимаете, что вы человека просто тихо ненавидите, а он не берет вам трубки, поэтому здесь вот второй путь в плане налаживания отношений с людьми, он краткосрочно, вроде бы дает хороший результат, но результат обманчивый, и вас могут здесь вот обмануть. Предостережение и совет, вот смотрите, то, что было советом в прошлой выкладке карт на прошлой колоде, здесь у нас является предостережением, и здесь карты говорят о том, что не надо включать эгоизм, не надо пытаться получить, а я хочу вот сегодня, здесь и сейчас чего-то, постарайтесь так не делать, постарайтесь все-таки пройти дальше, и посмотреть в более дальние перспективы, если вы собирались куда-то ехать, поезжайте, если вы собирались сделать что-то приятное людям, то сделайте так, чтобы это было уютно и приятно, и им, и вам, и не требуйте потом ничего взамен. Проявите силу и соблюдайте свои принципы, для того, чтобы сохранить отношения с людьми, и если вы хотите их сохранять за счет своей помощи, то не надо потом требовать каких-то ответных шагов в ваш адрес, вот это будет очень важно и нужно здесь учитывать. Вот такие вот моменты у нас здесь ложатся. Я, конечно, желаю, чтобы вы выбрали правильно свои дороги, свои пути, чтобы сбылось только самое хорошее и доброе, и, естественно, мы всегда должны помнить, что ответственность за свою жизнь, ответственность за свой выбор мы всегда несем сами, но, естественно, карты могут дать бесценные советы нам на этих путях, которые мы для себя выбираем, и сослужить этим добрую службу. Для тех, кто хочет получить личную консультацию на эту или другую тему, вы можете писать мне в личку, как это сделать в пункте 3 прикрепленного комментария, ссылочка на видео, там очень подробно все рассказывается. И, естественно, на все хорошие, адекватные комментарии я поставлю сердечки и талисманчики, которые будут вашей защитой в тот день, когда вы пишете комментарии. Всем удачи, до встречи, до свидания.